Без единого сотрудника оборудование полностью автоматизировано. На строительство этой современной котельной в Новомосковский инвестор потратил 80 миллионов рублей. Уверен, вложение окупится всего за несколько лет за счет экономии энергоресурсов. Их потери теперь будут минимальны, а жители получат гарантированное тепло в домах и стабильные тарифы. Новую котельную возвели рядом со старой, городской. Она работала с 1932 года, отапливала 60 многоквартирных домов в округе и еще с десяток соцобъектов. Но последние 10 лет справлялась с этой работой плохо. Сегодня мы имеем изношенные тепловые сети и котельные, которые построены еще некоторые есть в 30-х, лучше в 60-х годах. КПД не более 70%, удельные расходы топлива высокие. В сетях потери доходят до 20-30%. И это все требует обновления основных фондов инфраструктуры, жилищно-коммунальных хозяйств. Планами по модернизации объектов ЖКХ в регионе инвестор делится с Алексеем Дюмином. Только в Новомосковске в рамках государственного частного партнерства уже построено 10 новых котельных. Еще 4 появятся в ближайшее время, заменено или отремонтировано свыше 80 километров теплосетей. В ближайшие два года компания намерена найти цель и направить еще 600 миллионов рублей. В том числе на 70% обновить теплоснабжающую инфраструктуру в Черни, построить новые котельные в Алексине и других райцентрах. На этой котельной все пусконаладочные работы уже прошли. Подавать тепло жителям коммунальщики готовы хоть завтра. К отопительному сезону вовремя подготовился не только Новомосковск, но и регион в целом, отмечает Дюмин. С началом холодов одна из главных задач – быстро реагировать на аварийные ситуации. Самое главное – это качественная обработка в отопительный сезон, обращение граждан по прорывам и, конечно же, реагировать на них своевременно и максимально в кратчайшие сроки. Оперативно делать это в Новомосковске поможет автоматизированная система «Безопасный город». С ее возможностями знакомят губернатора. Пилотный проект реализуется в Новомосковске с 2015 года. С его помощью в том числе оперативные службы могут быстро реагировать на коммунальные аварии. Так, специальные датчики, установленные на теплосетях, автоматически в режиме онлайн отправляют в единую диспетчерскую службу информацию о любом снижении температуры воды в трубах. А ЧИПа будет известно до того, как вода прорвется наружу. К системе «Безопасный город» подключены все важные службы – МЧС, ресурсники, скорая. Формируется зона отключения в зависимости по теплотрассам тех домов, которые попадают в потенциальную пограду. Это угроза. Система сама сразу автоматически нам выдает, какое количество домов – 66 попало в зону – 15 тысяч человек. И есть возможность сразу, система выдает подбором с адресной книги, возможность связаться с начальником энергоучастников. То есть именно упреждение информации получается? Да. Оборудовав все районные центры сразу подобными комплексами не получится. Цена велика. Тем не менее, ставить задачу губернатор между всеми экстренными службами должна быть налажена быстрая связь. С наступлением холодов тепло в дома должны вовремя получить все жители региона. Надежда Милехина, Роман Тюкин, Первый Тульский.